всем привет уважаемые друзья очередное видео для вас весьма интересно люди часто интересуются такими вопросами падевый мед как узнать ну есть мед ставят на зиму сегодня тема будет такая как узнать падевый мед и что делать если у вас падевый мед полезен ли он для человека подписывайтесь ставьте лайки не забывайте сказать спасибо у нас еще с детства учили когда вам делать доброе дело то говорите спасибо детки вот я думаю взрослые люди уже наученные опытные знают что полезная информация мне приходится трудиться доставать и как говорится бесплатно на интернете выставляю вам чтобы вы могли получить хороший пчеловодный возраст и иметь успех ваших делах читаем статья журнала пчеловодство 63 год 8 номер журнала здесь вопрос поступил такой как можно проверить мед на присутствие пади чтобы своевременно изъять меда недоброкачественный мед и занес пчел ну и вопрос правильно поставлен для человека падевый мед он полезный никаких проблем не составляет человеку может растворять его и витамины и качество хорошее вот а для пчел зимой нужна вода потому что он не растворяется кристаллизуется или не можно пчелам употребить его ответ а приносив улей паде можно судить по очень энергичному лету пчел с утра который к 10 11 часам уменьшается в это время на листьях деревьев можно увидеть капли сладковатой жидкости наличие паде в меду можно установить по реакции его со спиртом или известковой водой понятно спирт все знают где взять а известковую воду сейчас поясним спиртовая реакция что происходит пробу меда над набивают в пробирку и разбавляют равным количеством дистиллированной или дождевой воды тоже понятно всем что такое дистиллированная или дождевая вода то есть один к одному одна часть меда одна часть воды затем туда добавляют 8 10 частей 70 градусного спирта и взбалтывают ну кто-то сказать спирт это слишком ну расходно а его лучше употребить куда следует вот ну а кто-то возьмет и проверит но если спирт кому-то не подходит ниже прочитаем другую вещь читаем дальше вот избалтывает если раствор помутнеет и появится осадок значит меду есть пать необходимо отметить что гречишный мед образуется спиртом такую же муть и осадок как и падевый поэтому при определении примеси паде в гречишном меду пользоваться спиртовой реакции нельзя то есть это неправильная информация будет зарекомендуют следующий метод известковая реакция сначала подготавливают известковую воду для этого стеклянную банку наполовину за наполняет обыкновенной гасоной известью всем понятно что такое известь я думаю русских понятно все кто в россии был что только если кому непонятно есть и магазинах продается и в америке продается известь и так что можно приобрести далее читаем вот гасоной известью наливает до верху дистиллированной или дождевой водой смесь тщательно размешивает палочкой после чего ей дают отстояться в верхней части банки образуется прозрачная жидкость которую осторожно сливает это и будет известковая вода для проверки меда на пать в обыкновенную пробирку наливает одну объемную часть меда добавляя столько же дистиллированной или дождевой воды ну то же самое одна часть меда одна часть воды затем добавляют столько же сколько было разведено меда известковой воды то есть одну часть меда одну часть воды и и одну часть известковой падевый мед при этом дает хлопьевидный осадок чем больше паде в меду тем больше будет и осадка то есть обратите внимание вот таким образом вы можете узнать что такое падь падевый мед собирают не только с листьев это осенние мед зачастую из фруктов с плодов и всяких гниющих растений которые поспели упали гниют груши там яблоки и так далее сейчас мы прочитаем еще одну статью вот эта статья рассказывает о том что пчелу даже все соки могут собирать поучительный случай называется статья автору этой заметки довелось быть свидетелем следующего интересного случая у одного дачника поспела малина и он нужно было собирать но он по каким-то причинам с уборкой не спешил утешая себя тем что ягоды не пропадут и он сразу соберет их побольше или возможно у него не было времени занят был работой наконец утром он взял корзинку и пошел собирать малину но умалинике работало огромное количество пчел на каждой ягодке было по две-три пчелы садоводу ничего не оставалось как отложить сбор ягод до следующего утра однако и на следующее утро он не собрал ни одной ягодки пчелы еще накануне высосали из них сок и ягоды стали ни на что не пригодными такой энергичный сбор малинового сока с перезревших ягод объяснялся перерывом во взятки цветов и хорошей погоды для лета пчел то есть взяток прекратился пчелы искали где взять взяток мы нашли и погода была хорошая этот интересный случай можно может быть поучительным для садоводов и отчасти для пчеловодов садоводы должны знать что опаздывать с уборкой малины нельзя иначе вместо них урожай может быть собран пчелами спелая малина очень мягко сладко сочная поэтому пчелу когда у них нет другого взятка охотно берут из нее сок пчеловодам же следует иметь в виду что если поблизости от их пасеки имеются малинники беспечных хозяев то пчелы могут наносить улей много малиного сока из него они делают очень вкусный специфическими лечебными свойствами мед но для зимовки пчел малиновый мед не пригоден его необходимо своевременно удалить из ульев ну естественно пчеловоды знают как это делать выкачают и вкусный мед он пойдет везде и на продажу и себе для своей семьи также еще есть вопрос на эту же тему пчелы хорошо берут сок из зрелых арбузов не будет ли он вреден для их зимовки ответ сок взятый пчелами из спелых арбузов улей сгущается в отличие от нектара этот сгущенный пчелами сок содержит много минеральных веществ а повышение их концентрации может вызвать поносу пчел если пчелы имеют возможность многократно ежемесячно облетываться в течение зимы то зимовка может пройти удовлетворительно но при задержке в облете до двух месяцев пчелы заболевают поносом который проводит к ослаблению гибели семей следовательно арбузный корм может быть использован для питания пчел осенью или весной но для зимы его оставлять не следует вот такие вот вопросики были интересны и поучительная информация еще есть поучительная информация на эту же тему именно что делать если у вас есть такие падевые меды и как их заменять вопрос хлопковый мед обычно засахарится уля зимой следует ли весь такой мед заменять осенью сахаром сколько надо скормить сахара чтобы у ли остался один килограмм запечатанного сотах корма обратили внимание интересный вопрос то есть сколько надо скормить сиропа чтобы остался килограмм меда вот ответ послушаем но тут не только хлопковым она и другие меда которая засахаривается заменять таким способом замена хлопкового меда сахаром улучшает зимовку пчел достаточно заменить сахаром около 8 килограммов меда на сему это количество хватит пчелам на основной период зимы чтобы у ли осталось после подкормки такое же количество сахарного корма семье надо дать столько же сахара сколько отобрано меда то есть 8 килограмм забрали меда 8 килограмм сахара надо дать на процесс переноса и переработки запечатывания корма пчелы тратят примерно 20 процентов от скармливаемого им сахара то есть 20 процентов они потратят лучше всего пчелам давать сахарный сироп составленный из расчета 3 килограмма сахара на 2 литра воды следовательно одной семье надо дать 8 килограммов сахара растворенного 5 и 3 5 литрах и 300 миллилитров 5 и 3 десятых литра воды после скармливания всего сиропа в уле будет сложено и запечатано около 8 килограммов сахара ну немножко меньше так как сказали так что обратите внимание это весьма интересная вещь есть еще и вопрос на эту же тему пригоден ли мед с сурепки для зимовки пчел я слышал что он быстро засахаривается ответ мед с крестоцветных растений сурепка горчица рапс рыжика вайды дикой редьки и икотника пастущие сумки очень часто засахаривается в улях зимой поэтому если мед с этих растений сохранился к зиме то его надо осенью заменить сахаром то есть даже когда вы качаете мед то постарайтесь выкачать весь этот мед потому что если ваши пчелы стоят на таких вот медоносах вопрос можно ли применить для добавления в сахарную подкормку на зиму лимонную кислоту изготавливаем синтетическим путем ответ да можно ее берут 0,3 грамма на килограмм сахара вот такие вот были интересные статьи вот еще одна и последняя интересная статья для тех кто строит улья весьма интересно я думаю тут есть достоинства и недостатки пчеловоды оценят если захотят кто-то построить построить себе проверить как работает не построит значит разумеет что не нужно скосы вместо фальцев в нашем колхозе тут называется колхоз обратили внимание на экономический эффект содержания пчел много корпусных ульях и приняли решение о замене всех ульев дата на блата на много корпусных приступив к изготовлению этих ульев по чертежам рекомендованных учебник я столкнулся с трудностями при выборке наружных фальцев которыми скрепляются корпуса между собой хорошо поразмыслив пришел к выводу что фальцы это затея неудачно и вредно помимо того что они усложняют и удорожают производство ульев при пользовании такими корпусами неминуемо давится пчелы поэтому я решил делать корпуса без фальцев но со скошенными верхними и нижними кромками стенок на 60 градусов с такими же скосами делают донья и крышки ульев изготовлены таким образом корпуса удерживают друг на друге не хуже корпуса с пальцами но кроме того они имеют и ряд других преимуществ при увеличении объема объема улья новых корпуса на него не ставится она двигается и раздавливает пчел раздавливание исключается стекающая по стенкам атмосферная вода в улей попасть не может как это бывает например в улях с гладкими нижними и верхними кромками стенок корпусов наш способ изготовления ульев делает их более теплыми хочу обратить внимание у нас в америке плоско как говорится прямо ставится корпуса эти рутовские ну имеется недостаток где вода чуть подтекает края углы подгнивают зачастую как говорится здесь интересная мысль выражена но на практике я не проверял можно проверить сейчас я вам покажу обратите внимание вот это вот нижний стенка нижнего корпуса это стенка верхнего корпуса вот вот это сюда плечики ставится рамка вот так вот ставится рамка вот а это верхний корпус когда ставится на 60 градусов скос вот стекает вода она не может попасть внутрь когда прямо так то вода все-таки подтекает и попадает внутрь и края а а подгнивает как говорится а когда вот так то если дождь бьет с этой стороны вот вот то это так сказать вода течет прямо вниз она не может наверх подняться она текает вниз также он днище делает тоже таким образом не еще у него стоят стек и крыша точно так вот у него плоская видать крыша ну тоже как-то делает тоже на конус и так друзья обратили внимание вот вот такая вот конструкция скоса по 60 градусов вот здесь вот показано в эти вот полукругом это вот 60 написано вот тут подписывайтесь ставьте лайки до встречи до свидания